На одной из новосибирских ТЭЦ в Левобережье сегодня прошла большая проверка. Повод серьезное похолодание в регионе. Подробности в сюжете Николая Сальникова. К пику холодов готовы. Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе сегодня посетил новосибирскую ТЭЦ-3. Встреча прошла не в конференц-зале, а в рабочей зоне предприятия. Главная цель проверить работоспособность и готовность техники и персонала, снабжать город тепловой и электрической энергией в крепкие сибирские морозы. Возможность нарастить мощность в случае необходимости или в случае скачка потребляемой тепла и энергии тоже есть. Топливо есть. Люди находятся на своих местах. Поэтому нештатных ситуаций пока нет. Это хорошо. Паспорт готовности к зимнему периоду получен. Помимо текущих задач на предприятии, большое внимание уделяют развитию и модернизации энергообъектов. Причем приоритетов в зависимости от статуса никто не делает. Финансирование стабильно выделяют как на небольшие котельные в районах области, так и на крупные ТЭЦ в столице региона. На данный момент в развитии мощности и инфраструктуры в Новосибирской области компания Сибэка уже инвестировала 2,5 миллиарда рублей. Данная программа состоит из двух частей, если разделить по глобальному. Одна часть это на модернизацию основного оборудования, это тепловые и электрические станции, тепловые сети. Вторая часть это все, что связано с развитием. Это сумма миллиард 200 рублей, направленная на строительство новых сетевых объектов, либо модернизацию. Летом мы сдавали на Квасити тепловую магистраль. Сейчас достаточно активно идет сдача объектов и подключение. Другая важная задача – успевать за развитием мегаполиса. Каждый год в Новосибирске сдаются десятки новых многоэтажек, офисных зданий и торговых центров. Эксперты уверяют, электричества и тепла хватит на всех, даже глядя на перспективу. Николай Сальников, Алексей Погодин, Новости ОТС.